Глядя вокруг, сложно поверить, что совсем недавно на этом месте был пустырь. Заброшенное место, где в лучшем случае водители оставляли свои автомобили. Буквально за месяц инициативная группа и администрация города превратили его в благоустроенный сквер. Появился асфальт, место для детской площадки и клумбы с цветами. Каждый год у нас проходит во дворе праздники. Новый год, Масленицы, 1 сентября, спортивный. А ровного места у нас не было. Теперь у нас появилось место под нашу игру в городки, проведение праздников. У нас дети выступают во дворах. Посадим елку, это у нас тоже в планах, ну и хороводы там водить. Зеленая зона получила название Маминсквер. В честь открытия здесь высадили конские каштаны. Право сделать это предоставили 19 активным и многодетным семьям. Деревья были заранее подготовлены, под них даже выкопали аккуратные ямки. Граблями и лопатами поработали все, от мала до велика. Сына родили, дерево посадили. Как дом будете строить, зовите, мы только за. Отлично. Как будете ухаживать за деревом, уже придумали? Будем проверять, смотреть, может приходить поливать. У нас лечка есть, ребенок очень любит поливать. И будет приходить ухаживать, конечно, все запомнили, где находится. Есть ощущение, что все, у тебя теперь собственное дерево растет. Да, я его из окна даже вижу. Мы очень рады, да, что это дерево попало прямо к нам в окошко. Мы будем видеть, наблюдать, поливать будем. Теперь у нас семья большая, трое детей. Да, Максим? Пойдем в новую школу. Будем следить за нашим деревом обязательно. Никогда раньше не сажал деревьев, только вот если цветы или там клубнику, может. Бабушке помогал все-таки на городе. Да, вот первое дерево, классное. То, что он сажает, все растет. Каштаны я тоже очень люблю, мне они нравятся. Расскажите, как ощущение, собственное дерево появилось? Да, цель была наша, именно, да, получить собственное дерево в районе, к которому мы не безразличны. Я здесь выросла, мы к бабушке сюда регулярно приезжаем. И очень приятно, что вот с этого места такие перспективы открываются. Новая школа, новый сад. Я рада тому, что у нас будет свое именное дерево, фамильное дерево. У меня уже дети сказали, что мы с колясочкой будем приходить уже со своими детьми, он тут вырастет. Я говорю, да, к тому моменту оно уже будет огромное. Ну, так что мы серьезно как-то готовились к этому моменту. Что ты делал для того, чтобы дерево росло? Я поливал дерево, бортик делал и сажал его. Здорово, ты прям уже как настоящий мастер, можно сказать. Мне еще папа помогал. Я вообще с детства люблю каштаны, я всегда ходила, смотрела, как они цветут. В этом районе я бываю очень часто. Мы здесь вот с младшим сыном работаем. Теперь будем все время подходить к нашему дереву, смотреть, чтобы оно жило долго, росло большим. И обязательно будем в период цветения к нему подходить, когда будет свести. Чтобы оно приносило людям радость. Помимо того, что они безобидны с точки зрения аллергенов, да, что меня как мама многих детей интересует, у них очень красивый скелет. Даже когда падает листва, они очень приятный вид имеют все еще. И цветы у них какие красивые. И каштаны, это же вообще забава для всех детей на многие поколения. Как назвали свое дерево? Мы его пока еще не назвали. У нас пока фамилия Коновалова, поэтому оно будет, наверное, так именным и Коновалова. Однако активисты не готовы останавливаться на достигнутом. В их планах расширить детскую площадку. Совсем скоро здесь появится новое оборудование. Не дает покоя мамам и белая стена соседнего дома. Так и тянутся руки кисточкам и краскам, чтобы нарисовать огромное яркое граффити, которое бы напоминало о семейных ценностях и вдохновляло на добрые дела. Продолжение следует...